дорогие друзья всем здравия тело и ясности ума в эту прекрасную тайскую ночь я мчусь по автостраде и наслаждаюсь скоростью наслаждаюсь этой динамикой жизни движением я приветствую всех кто присоединился к нашему прямому эфиру сегодня здесь сейчас всех кто желает более подробно узнать о том что такое свобода мы разговариваем о свободе мы думаем о том что мы знаем что такое свобода и многие знают о том что такое свободу рабское сознание знает о том что есть свобода от страха свобода делится на две категории это свобода от и это свобода для свобода от это свобода от страха это свобода от неприятных и негативных эмоций это свобода от обязательств это свобода от государства от начальника от неприятных отношений в семье это свобода еще от чего то от обязательств это свобода которую очень хорошо понимает рабское сознание но не получает эту свободу не получает по одной единственной причине потому что рабское сознание не знает что делать с этой свободой рабу страстно получить свободу потому что когда наступает освобождение от остается вопрос а для чего что мне делать с этой свободой как мне распорядиться этой свободой для чего вообще нужна свобода казалось бы вопрос такой для многих с одной стороны странный а с другой стороны есть над чем поразмыслить поэтому большинство людей боятся свободы они просто не знают что с этим делать когда есть скрепы скрепы обязательств когда вам кто-то обещает государство обещает церковь обещает жена муж обещает клянуться вам дает расписки гарантии а еще какие-то это и есть скрепы поэтому когда индивидуум получает свободу от у него наступает то время когда необходимо подумать а для чего что он будет делать с этой свободой как как ее реализовать эту свободу многие думают о горит это простое занятие горит реализовать свою свободу главное освободите нас от всего а вы не обращали внимание что те кто освобождаются и думают о том что освобождается очень быстро попадают в те же жизненные капканы и тут тоже каменистой дорогой сбивают многие в кровь об те же камни та же жопа но только вид сбоку а справа или слева но бывает еще и другие более жесткого формата если смотреть на жопу снизу может еще и накрыть волной хорошо если только души степен как правило накрывает еще и не только души степен дорогие свобода дает возможность творчество вот для чего индивидуум обретает свободу как только люди готов получить свободу он ее получает и от и для это это страшно для многих но это тот самый сад который позволяет индивидууму перешагнуть огромную пропасть между должен и творчеством это хорошо описано у нитча в трех превращениях ума это это менталитет или жизненная концепция верблюда льва и ребенка верблюд вбирает в себя информацию верблюд всегда говорит да лев супротив верблюда всегда говорит нет основная масса людей верблюды совсем соглашаются и снимают штаны когда им говорят о том что пора прочистить им задний проход львы это так называемая интеллигенция бунтари они идут против системы существующим нормам правилам потому что понимать что нормы и правила это те оковы которые скрепляют и порабощают но есть один нюанс в свободе львов и в свободе верблюдов верблюд не свободен лев имеет только частичную свободу а полную свободу имеет ребенок дело в том что верблюд смотрит только на оболочку на тело льв льв отвергает оболочку и смотрит на содержимое ребенок свободен от концепции отвержения ребенок оболочку и содержимое потому что не может существовать отдельно содержимое без оболочки а оболочка не может существовать без содержимого но ум верблюда этого не понимает поэтому свобода это концепция комплексная которая включает в себя и понимание от чего вы освобождаетесь и самое главное для чего вы получаете эту свободу свободный человек становится абсолютно циничным и в этом нет ничего плохого тот кто понимает о чем я говорю даже объяснение не требуется однако это верблюды потому что цинизм это не для них они привыкли говорить да и соглашаться со всем да они могут покапризничать конечно они могут пожаловаться это обычное состояние верблюда то есть они могут даже написать жалобы написать письма богу пойти помолиться пожаловаться чиновнику но в конечном итоге они все равно снимают свои штаны и делают то что им говорят сейчас мы с вами наблюдаем парад верблюдов это очень просто в начале да и не в начале а вообще в двадцатом году мы выходим на улицу и смотрим кто гноморбиков этого вполне достаточно дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание вопрос вопрос такой да вот насчет свободы да получается и вот львов у нас в любом случае даже предусмотрено если переход от льва дальше к ребенку уже да правильно получается это даже не переход это огромный скачок и это гораздо сложнее чем перейти в состояние верблюдок состояния это естественный процесс каждого индивидуума который проходит каждый и это правильно и хорошо это как определенный класс в обучении потому что верблюд он собирает он аккумулирует в себе информацию он изучает он смотрит христианство ислам джайнизм иудаизм он изучает выбирает себя познает он подготавливает свой ум он подготавливает себя открытию открытию перед собой тех самых дверей свободы в том числе свободы от религиозных концепций потому что истинная религия это сердце каждого это само естество наше есть то что не требует абсолютно никогда и никаких доказательств я существую это не требует никаких доказательств это единственная истина которую может созерцать индивиду вот понимает он эту истину или нет что смотрит через его глаза вот вот это уже вопрос о духотворенности об этом мы тоже можем поговорить ну я слушаю вас дальше это получается у нас ну в нашей реальности вот здесь на земле столько львы и этот и верблюды получается и нет почему же есть три состояния основная масса индивидуумов находится в состоянии верблюда опять-таки это концепция да концепция верблюда просто удобно понятие для сравнения однако можно также сравнивать с тремя состояниями ну например личинка гусеница и бабочка вот очень хороший вариант которым как вам сравнивало я понял да то есть бабочка это уже грубо говоря потом уже переход на дальнейший уровень творчество да это красота и творчество это аналог ребенка бабочка то есть бабочка она двигается уже не в линейности времени бабочка двигается в вертикальности то есть у нее векторы движения свободны она обретает свободу личинка она даже не ползает она находится на плоскости зафиксирована а гусеница начинает ползать у нее есть линейность то есть она может ползать вперед вправо и так далее а бабочка это уже совсем другой формат личинки не понимают да я понял уровень гусеницы а гусеницы не в состоянии понять уровень бабочки тем не менее если верблюд достигает что верблюду надоедает надоедает все время со всем соглашаться он говорит ну да коли можно уже хватит я не хочу больше говорить да я ну-ка хотя бы для разнообразия я скажу нет и вот когда верблюд для разнообразия хотя бы говорит нет и видит этот результат того что он сказал нет это первый шаг к тому чтобы верблюд начал трансформироваться в льва на его пути есть золотой дракон как у него еще написано это тоже аллегория разумеется что такое золотой дракон на каждой чешуке золотого дракона написано ты должен должен все всем и ты можешь как бы да ты вот такой сильный верблюд такой все вынесешь да и стадо слонов тебя в попку отнимают и тоже тебе будет хорошо не совсем согласишься но рано или поздно заканчивается безобразие понимаете и верблюд все мне надоело да ничего ничего это просто надо прожить несколько же жизни получается от переход от одного другого каждому получается как душе или как хватает или все равно мы живем один раз нет мы живем не один раз количество жизней бесконечно вопрос в том что в человеческом форм Dharma вас и нам предстоит еще бесконечное количество жизней невозможно Можно посчитать, сколько их было и сколько их будет, потому что посчитать бесконечность не имеет никакой возможности. Мы можем посчитать только определенные форм-факторы, в которых мы существовали или будем существовать, но, опять-таки, это чисто гипотетически. Дорогу осилит идущий, в общем, надо идти, делать что можешь и будешь что будет. И однозначно, самое главное, что мы смотрим. Мы смотрим и наблюдаем. Режим наблюдателя. То есть, если мы понимаем о том, что жизнь состоит не только из свободы от, а также и для чего эта свобода дана? Для реализации, для творчества, для исполнения воли Творца. А самое главное, что это понимание, оно приходит тогда, когда не готов отказаться от того, что люди называют свободой воли. Шопенгауэр прекрасно знал о том, что никакой свободы воли ни фрина никогда ни у кого не было. Но далеко не все готовы с ним согласиться. Верблюд не может с этим согласиться. Лев тоже не может и не хочет с этим соглашаться. С этим соглашается только ребенок. Потому что ребенок понимает, что через его глаза смотрит Творец. Через его уши слышит Бог. Его телом и кожей чувствует тоже Бог. Да, ребенок понимает, что он есть всего лишь сосуд, который наполнен тем, что никогда не рождалось и никогда не умрет. Через это понимание с индивидуумом случается одухотворенность. Такой индивидуум, можно сказать, не то что имеет душу. Душу невозможно иметь. То есть в нем проявлено духовное свойство. Это и есть душа. Душа – это не объект, который можно потрогать или с которым там что-то можно сделать. Это свойство, качество. Например, как синее или зеленое. Поэтому с душой ничего невозможно сделать. Она не может заболеть. Она не может там плакать, смеяться. Или еще что-то с ней такое вот может происходить. Это всего лишь понимание ума, у нематериальности собственной природы. И о том, что то, что смотрит, слышит и чувствует – это не ум. Ум – всего лишь аппарат, при помощи которого происходит действие в этом мире. Получается, переход у нас получается к ребенку. А дальше же получается, душа развивается до того момента, когда она будет создателем уже миров. Ум развивается. И смотрите, смысл в том, что мы и есть создатели. Просто ум это не признает. Ум это, во-первых, не понимает, а во-вторых, не принимает. Поэтому, как только ум развивается до такого состояния, когда он способен понять и принять это, а это в конечном итоге за собой ведет некоторые следствия. Например, следующее следствие. Индивидуум, который человек, скажем так, человек одухотворенный, он не имеет возможности врать ни себе, ни другим. Он не может улыбать. То есть у него это на уровне невозможной блокировки стоит. Неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. Поэтому, на самом деле, одухотворенных индивидуумов достаточно мало. Но, тем не менее, каждый, каждый людин к этому стремится. Он стремится к этому либо осознанно, либо подсознательно. У многих есть оправдание. Говорят, ну, ну что, мир такой. Мне приходится вот подстраиваться. Врать же надо чего-то. Врать же надо как-то. Все воруют, а я чего-то тем самым клювом щелкаю, пока все остальные тут пирожки растаскивают. Не годится. Понимаете, как здесь игра устроена? А эта игра устроена именно таким образом, чтобы эти провокации случались. Чтобы это было очень сложно. Поэтому существует такое понимание, как реинкарнация. Отчего буддисты говорят? Вот, ты уже находишься в аду. У них же нет ада там после жизни и смерти. И боженьки у них там где-то на небесах какого-то говнюка, который сидит на облаке с трезубцем. У них тоже нет такого. Понимаете? У буддистов у них иначе. Они говорят, слушай, ты уже здесь, говорит, в аду. Посмотри, в какой жопе ты сидишь. Вот, если ты хочешь не раздаться снова в этой жопе, то иди сюда, неси там то, что мы тебе скажем, делай то, что мы тебе скажем. А дальше ты точно так же, как у остальных религий. Остальные просто говорят, ты вот сейчас умрешь, и там у тебя будет совсем большая жопа. Вот в области жопа, ты в ад попадешь. Поэтому иди сюда, делай то, что мы тебе говорим. Покупай там смешки, там молись. Манипуляция, да. И вот смотрите, есть манипуляции. Две основные религии. Одна из них. Два направления, скажем так, религиозных. У одних есть хороший, плохой, боженька, и ад, и рай, которые будут когда-то где-то там, но здесь ты, скотина, должен страдать. Вот сейчас и делай все, что тебе говорят. Но тогда ты там будешь уже в ситаладе. А особенно в исламе. Там 300 женщин там, или сколько там, тысячи женщин, и все будут, все твои. А здесь пока держи ты письку на знаке. Вот так вот иди. Ну я у вас... В христианстве тоже свои интересные есть моменты. А вот у буддистов, они вроде как в стороночке стоят, да. Но я вам тут что рассказал, как у них это устроено. То есть у них то же самое, но только ад здесь. Поэтому если ты хочешь быть в бесконечной нирване, иди сюда, делай то, что мы тебе говорим. И тогда ты в следующую жизнь уже не разбился не будешь. Будешь из колеса сансары, будешь счастливый в нирване. А дальше там тоже нирвана. А дальше это уже не имеет значения уже, да. Понимаете, вот они, вот эти конфетки маящат, как у ослов, им привязали морковку на веревочке, на палке. Примотали, и вот они за этой морковкой бегут. Кто за какую морковку бегут? А по сути дела... Ага. А по сути дела одно и то же. Можно свое наблюдение скажу, да. То есть у нас получается, мы будем, ну, приходить в этот мир, допустим, чтобы перейти на следующий класс, допустим, если как здесь ясли там или первый класс. Получается, вот пока мы вот эти вот, допустим, грубо говоря, вот эти 10, которые не убей, это может, то есть пройдем правильно, да, получается. Вот эти вот негативные себе переборем, так же, как вы говорили, то, что будут, ну, приходить эти события так, то, что будет, придется принимать правильное вот это решение, либо, ну, проигрывать или еще что-то делать. То есть вот так вот, что ли? Самое главное, понимаете, есть один ключевой аспект. Вот ключевой момент есть. Не лгать. Это ключевой момент, который все расставляет на свои места. Только не лги, говори как есть или молчи. Угу. Вот два варианта. Можно еще говорить тоже правду, но только уже в зависимости от того, как ее будет воспринимать другой человек, сказать с разными интонациями. Он может вам не поверить и посмеяться, но вы правду сказали. Поэтому это его проблема. Точно так же сильные миры всего точно так же это все афишируют. Они же не скрывают там, что происходит, грубо говоря. Не скрывают, да. Абсолютно и не верят. То есть, да, они как бы, они знают это, вот эти законы, то, что здесь не надо лгать. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...